Протеерей Андрей Ткачёв Протеерей Андрей Ткачёв Серафим Саровский по-французски не изъяснялся, но кто сомневается, что он настоящий человек. Но всё-таки мы живём в таком мультикультурном мире, и мы сегодня поговорим об иностранных языках. Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ Какие компасы где-то нужны в этом море? Учить ли нам настырный язык или воспринимать его пассивно? Если учить, то какой? Давайте поговорим об этой очень важной теме, касающейся и взрослых, и молодых. Здравствуйте, отец Андрей. Здравствуйте, да. Меня зовут Максим, 30 лет, из города Химки. Отец Андрей, у меня такой вопрос. Вот для меня иностранный язык, например, является церковно-славянский, потому что в школе меня его не учили, и так я немножечко понимаю, и спустя года три или четыре начало только, и то половина даже толком не понимая. Вот как, вот, вы скажете, в такой ситуации быть, да? И вот еще один вопрос у меня. Вот у меня, например, друг, да, я ему говорю, пойдем со мной в церковь, да, сходим там в воскресенье, там, ну, постоим на молитве, да, он говорит, ну, а что я там буду стоять, я даже не понимаю, о чем там говорят. Ну, какой вы даете совет в таком случае? Как, может быть, ему подсказать что-то, или как ему это объяснить? Спасибо. Да, церковно-славянский, как иностранный, да, можно рассматривать его так. Его нужно учить, безусловно, хотя он зашит в нашу лексику. Например, мы когда говорим, например, голова болит у меня, да, но мы говорим там глава администрации, мы говорим голова администрации, и не говорим глава болит, главами болит. Говорим голова здесь, а там глава, или там златоглавый город Москва, или там золотоголовый город Москва. Это как-то, да, то есть мы бессознательно используем церковно-славянизмы в некотором возвысленном штиле, и как Ломоносов, собственно, и писал, что у нас есть три языка. Есть церковный, есть возвышенный, есть низкий некий такой проценародный стиль. Так, наверное, есть в каждом языке. Я помню, когда читал Махатму Ганди, его жизнеописание, он говорит, что мы находимся под английской колонизацией, оккупацией, поэтому, в принципе, мы должны знать английский язык. Он английский является, кстати, вторым государством в Индии и во всех штатах. Но мы каждый говорим на своем родном языке, а их там очень много. Говорит, я, например, говорю на языке гуджарати, он говорил. Вот, я должен знать свой язык. Но наши книги священные написаны на языке санскрит. Его нужно учить, это типа нашего церковнославянского у них. Но официальным языком Индии является хинди, его тоже нужно знать. Но в Индии же много мусульман, которые читают Коран на арабском, поэтому нужно еще и арабский знать. А поскольку мы рядом находимся с Персией, то хорошо бы знать еще и персидский. И он говорит, шесть языков, он говорит, но если это со школы как бы все культивируют, в семье и в школе культивируют потихонечку, все индусы легко к возрасту зрелости выучивают шесть языков и общаются с рабами по-арабски, с английской администрацией по-английски, в семье на местном языке, в официальных бумагах на хинди, священные тексты читают на санскрите. Вот тебе, пожалуйста. Он говорит, это все легко дается, ничего страшного. То есть нам нужно, да, нужно церковно-славянский язык, безусловно, включить, может быть, не в программу воскресных школ, потому что не все туда ходят, там их и так учат. Но вот, например, изучение псалтирии и церковной службы, то есть практическое изучение церковно-славянского языка, это уже дело как бы священника. Может быть, священник должен каждый раз по капельке, по капельке объяснять народу смысл тех или иных слов. Это вопрос, наверное, пастырской практики и личного общения с людьми. Что касается вашего товарища, то я должен вам сказать, что, по моему личному мнению, минимальным препятствием для участия в богослужении является незнание языка. Обычно главным препятствием для участия в службе является нежелание молиться и некое такое отторжение от сакральности. То есть вопрос понимания в службе занимает не более 15-20%. Все остальное занимает эстетическое наслаждение, пение, музыка с атмосферой храма, сердечное устремление к Господу и некое такое чувство сердца о том, что происходит нечто сакральное. Это главнее. Был такой поэт известный Хью Оден, он Бродскому писал, что лучше всего, говорит, мне молиться в храме язык, которого я не понимаю. Говорит, у нас на Манхэттене есть рамянская церковь, я хожу молиться туда, потому что не понимаю. Мне как раз интересно чувствовать Бога там, где я ни одного слова не понимаю. Там, где я понимаю, там включается голова и начинаются ассоциации всякие. А там, где я ничего не понимаю, но чувствую, что Бог здесь, вот там неинтересно. Поэтому товарищ ваш не ходит в церковь не потому, что ему информации не хватает. То есть язык – это информативная вещь. Она информирует человека, значит, что ты не знаешь, что Бог есть. Если я знаю, что Бог есть, это самая главная информация на самом деле. Я уже прихожу в храм, знаю, что Бог есть, и Он здесь есть. И я стою, а там же постепенно промываются мозги, постепенно осознаются какие-то вещи. Ефрем Сирин, как говорит нам предание, пришел к Василию Великому, и они разговаривали. Хотя Василий Великий не знал по-сирийски ни слова, а Ефрем Сирин не знал по-гречески ни слова. Но Василий позвал его в алтарь, и Ефрем стоял в храме, и Василий как-то Бог открыл, что в храме стоит святой человек. Он говорит, позовите там вот этого, он был дьяконом, этот дьякона этого заведите сюда. Они завели его в алтарь, и они разговаривали. Как они разговаривали, кто его поймет, значит, но они и понимали друг друга. Они стояли и говорили, и понимали друг друга, значит. То есть вот такое бывает в жизни, поэтому здесь вопрос не в информации, здесь вопрос в безбожии. Знаете, надутый мячик в воду опускаешь, да, руки забираешь, он – пум! – вылетает. Это как пробка из шампанского. То есть вот так вот вылетает из храма человек, который безбожен, ну, в сердце безбожен. Я, например, ничего не знаю, но мне интересно. Я стою, хлопаю глазами, слушаю ушами, раскрыл рот, мне интересно как бы, потому что я хочу. Я не понимаю, но я хочу. Мы же все так приходим в храм, ничего не понимаю, но все хочу. А потом уже, когда мы уже начали ходить, 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 там почитали, там услышали, там поняли, там уразумели, мы постепенно нарастает знание на нас. Но вначале мы все приходим без всяких знаний, просто потому что нам хочется. А ему не хочется, он просто отговорку ищет. Все люди ищут отговорки, я не понимаю. А думаете, если бы по-русски выходили бы и зачитывали бы лекции на русском языке? Здрасте, дорогие товарищи, все понятно, кому это нужно? Представьте себе, на проповедь бы вышел человек и начал бы хорошим русским языком рассказывать о погоде на завтра. Ну и кому это надо? Вопрос не в языке, вопрос в безбожии. А церковно-славянский язык, как иностранный, учить нужно. Его легко учить, потому что он, в принципе, у нас зашит в подкорку. И мы очень быстро поймем, что паз ногти – это ногти, например, что там, что-то там, скажем, живот – это жизнь, а не брюхо. Потому что есть брюхо, есть живот, и брюхо – это брюхо, а живот – это жизнь. Бог живота моего – это не Бог живота, а Бог жизни моей. Мы это все поймем очень быстро. Так что вот один из первых иностранных языков, который нужно изучать, это церковно-славянский, это да. Пушкин говорил, что великий Дант, когда писал свою божественную комедию, то прислушивался к разговору флорентийского базара, то есть к живой речи флорентийцев на базаре. А нам, говорит, нужно прислушиваться к языку московской просвирни. То есть просвирни – это женщины, которые пекут просвиры. В каждой церкви были раньше свои просвирни. Они пекли просвиры для службы. И вот разговор московских просвирниц Пушкин считал самым живым языком в свете. Потому что это язык, который переплетен с бытовым языком, да, то есть это язык прибауток, поговорок, язык улицы, язык храма одновременно. То есть он и церковный, и уличный, и семейный, как бы это язык. Это язык вот этой Арины Родионовны, понимаете? То есть он очень сочный такой. У русского человека ведь через два предложения вылетала поговорка. То есть два предложения поговорка, два предложения пословицы. Очень сочный, емкий такой язык, и он красивый. Вот, мы так не говорим сейчас, мы говорим очень пошло. Если еще мат-перемат, там, туда-сюда, да ладно, я пошел, короче. Это не язык, это какое-то бесовское гавканье. А вот русский язык, настоящий язык, это язык поговорок и церковной лексики. Он очень красивый. Вот такой язык нам нужно изучать. Друзья мои, мы возвращаемся в студию и продолжаем разговор об иностранных языках. Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Юлия, домохозяйка, замужем, двое детей. Вот вопрос такой, необходимо ли детей с раннего возраста обучать иностранным языкам? Если да, то как, чтобы это не повлияло на их отношение к родине, к отечеству в целом? Да, хороший вопрос, потому что, значит, смотрите, язык это троянский конь. То есть нет просто такого висящего в воздухе языка. За языком стоит целая культура какая-то. И эта культура предполагает какое-то свое специфическое отношение к одежде, к пище, к жизни, к смерти, к культуре, искусству, к небу, земле, к жене, к детям. То есть язык, он такой, допустим, тот же английский язык, например, там нет слова «ты», например, да? Там все «вы». У нас есть «ты», есть «вы». А у них есть только «вы» и все. И это целый слом в сознании. Там даже любому нищему, например, там в том же английском, там говорит «сэр», да? Язык несет за собой целое мировоззрение. И если мы привьем человеку язык вместе с мировоззрением, сами того не зная, в ущерб, например, родному языку, то мы его сделаем иностранцем. Поэтому здесь есть такая опасность. Язык нужно учить именно как иностранный. Вот наши все дворяне, графья, вся эта голубая кровь и белая кость, они же все были франкофоны в 18-19 веке. Тот же наш великий Пушкин, он же первый язык у него был французский. Он по-французски разговаривал и писал, и читал сначала по-французски, потом по-русски. Причем французский язык они впитывали от маменьки, папеньки и гувернеров, а русский от нянечки, от кормилицы, значит, от всего такого. Это нашу еще страну спасли кормилицы. У Дурылина есть такая книжка на эту тему целая, что дамы из высшего света раньше. Кстати, абортов не делали, рожали по 5-7-8-9 детей, но кормить не хотели ради фигуры, не хотели это растолстевать. И они берегли, так сказать, свою фигурку, значит, такую, и они рожать-то рожали. Зачинали, носили, рожали, но кормить отдавали бабам простым, крестьянкам. И вся наша дворянская эта белая кость и голубая кровь, они вскормлены простыми крестьянками, не мамами. Мамы не кормили, как правило, в богатых семьях. Грудь берегли и фигуру-то, значит, такая. И многие понимали это и говорили, что если я до сих пор русский, то виною этому молоко рязанской кормилицы. И ее песни, которые пела она мне, не мама пела мне песни надо мной над колыбелью, а моя кормилица, неграмотная русская баба, которая меня крестила, значит, перед сном, значит, и давала мне грудь и так далее, и так далее. То есть вот еще почему они остались русскими, потому что иначе они просто были бы французами. И потом, когда советская власть дала им под задницу, значит, они все куда поехали? В Париж. Куда еще ехать? На каком языке говоришь, туда и поехал. Понимаете? Они же не в Китай поехали, но в Китай тоже поехали, но в Китай опять приехали в Париж. То есть они... Потому что они были франкофоны. Вот. И, конечно, это опасная вещь. Если человек, значит, с детства такой, все в английскую, в английскую, в английскую школу. Вы должны понимать очень простую вещь. У нас все богатые школы, если это не православные школы, а светские, они заточены на перфектное знание английского языка. Потому что это школы, по сути, колониальной администрации. Это школы порабощенного народа, в котором местные аборигены, туземцы, изучают язык митрополии, для того, чтобы потом делать карьеру в митрополии. Понимаете, в чем дело? То есть наши жирные коты, предатели, по факту предатели, гнилые, паршивые люди, сдают своих отпрысков в англоязычные школы, потому что это школа митрополии. А нашу территорию они рассматривают, эти предатели, как колонию. И они хотят, чтобы их чадо, развратные из детства, ленивые, за которыми охранник носит портфель. Никогда не ждали такую картину? Когда идет щенок семилетний, а за ним здоровый бугай, 200 килограммовый, и несут портфельщик. А там еще один бугай сидит с пистолетом в машине охранник. Еще один бугай за рулем. Вот эти дети, как бы, они учат английский язык с детства лучше русского, потому что папы и мамы считают, что эти дети должны управлять этой страной из Англии. Там митрополия, здесь колония. Это такие мозги у них. А нам что? Нам нет, нам по-русски начнут. Нам здесь жить, нам этот воздух земной пить, и по звездным морям плыть, и бессмертными быть. Это наша земля, как Суворов Катерине говорил. Русские прусских всегда бивали. Русские прусскими не бывали. Когда заводили всякие пудрой посыпать волосы, завивать кудриком этим солдатиком, под барабаном маршировать на плацу во времена Павла Первого, Екатерины Великой, то как раз Суворов тогда был в немилости. Он говорит, что букли не пушки, коса не тесак, а я не немец, а природный русак. Мы русские люди. Какой восторг, тот же Суворов говорил. Мы русские, какой восторг, с нами Бог. Поэтому надо учить иностранные языки. Но при твердом знании своего, и знать свой язык можно только через церковь и литературу. Хорошую литературу и церковную молитву. Грибоедов, он говорил, что я только в церкви чувствую себя русским человеком. Я хочу быть русским человеком, но чувствую себя русским только в церкви. Потому что в английском клубе, куда на обед они ходили, там говорили только по-английски. В опере давали итальянскую оперу. В театре, допустим, там другом, кроме оперы, там водевили французские ставили. В «Высоком свете», в салоне, значит, там у мадам Шерер, там, они все ворковали по-французски. Первые главы «Войны и мир» сплошняком написаны по-французски. Можно было выучить легко. Это оккупационная, так сказать, политика. Люди, не знающие своего, влюбленные в чужое, как бы предатели от мамки на сиськи. Поэтому, конечно, нужно знать свое, а потом можно знать все, что хочешь. Здравствуйте, отец Андрей, меня зовут Вероника, я многодетная мама из Москвы. Хотела бы задать вам такой вопрос. Как вы относитесь к засилию иностранного языка, в частности, английского, у нас в России, в Москве? Вы имеете в виду вот девелопер, менеджмент, там всякие там… Мы уже не разговариваем на русском языке, да. Окей, да. Но это было, я помню, еще в 80-х годах. Знаете, как хиппи говорили? Ты где будешь наитоваться? Ну, в смысле, ночь проводить. Говорит, да у меня, говорит, флета нет, говорит. Ну, пойдем, говорит. Правда, у меня бета-1, говорит, на флоре послепуешь. Слышали такой язык когда-нибудь? Да, так хиппи разговаривали. Это подчеркнутая, стебная такая англоречь. Я не боюсь ее, вы знаете, я не боюсь за русский язык. Это настолько мощный организм, сам по себе русский язык, настолько мощен, он как бы отдельно существует от русского человека. Мандельштам вообще считал, что у нас, единственное, что у нас есть, это русский язык. Ну, так же и Ахматова считала, что мы защитим тебя, русская речь, великое русское слово. Значит, он огромный и он очень сильный. Он перемолол в себе очень много. Ну, там, знаете ли вы, например, что такие слова, как адмирал, альманах, алкоголь, это арабские слова. Ну, они живут в нашем языке, мы не дергаемся. А такие слова, как халат, баштан, халва, кулак, диван, значит, это тюркские слова, турецкие. Там, майдан, кстати, это турецкое слово. Вот, и многие другие там, да, шаровары, например, да, парча. Ну, парча, это персидское слово, это ткань. Пожалуйста, джунгли, джангаль, это по-персидский лес. Ну, куча всего, да. Хамовники, кстати, у нас район в Москве. Хайма – это палатка по-персидски, по-арабски и по-персидски. То есть наш язык органически впитал в себя огромное количество чужой лексики, переварил ее, как бы, и нормально в ней живет. Тут нужно понимать очень простые слова. Например, допустим, библейский язык, он беднее, чем наша речь, на которой мы разговариваем. Допустим, в Библии, например, нет слова «ряса», «стакан», «телефон», «асфальт», «автострада», значит, там, «брачный договор». Там нет миллиарда слов, которыми мы пользуемся, на них просто нет. Там контракт, диссертация. Этих слов нет в Библии. Но при этом Библия, как бы, рождает из себя все остальное, как бы, и охотян. Лексически она очень бедная. То есть словарь Шекспира богаче словаря библейского. Словарь Пушкина еще богаче, чем словарь Шекспира. Значит, словарь современного человека, он, как бы, в принципе, он шире, чем родовые понятия. Вот. И потом мы вобрали в себя огромное количество французской лексики. Вот это все, это монтер, шоферт, антрепренер и так далее, да. Вот. У нас очень много там. Потом мы вобрали в себя кучу голландской лексики. Например, все на море. Всякие шпангоуты, всякие там, полундра. Вся лексика на море, как бы, она голландская. Вся лексика в церкви, она греческая. Амвон, епископ, аминь, там, аминь, это еврейское, прошу прощения. Там, скажем, там, диакон, там, томас, допустим, автокефалия, епархия. Это все греческие термины. Философия вся сплошь греческая, да, у нас. Там, ипостась, там, допустим, там, метафизика, там, это все греческие слова. Юридические термины все римские. Адвокат, юриспруденция сама вся. Она вся, вся эта самая, значит, латинская. Рецепты пишут по латыни до сих пор неразборщим почерком, эти самые провизоры всякие, да, там, эти аптекари, там, и врачи. Латинская лексика, да. То есть, русский язык от этого куда-то исчез? Нет. Он спокойно принимает себе всех гостей, перемалывает их в муку и превращает в свое. Поэтому и этот мусор американский, мы перемелим его спокойно и, так сказать, введем его в нашу лекцию. Что-то отбросим, что-то, так сказать, перемелим до неузнаваемости. Понимаете? Это будет очень спокойно, допустим, вот, ну, типа, там, синема всякие такие, там, эти какие-то, там, это все стало уже нашим, да. Вот, поэтому я не боюсь этого совершенно. Я боюсь только одного. Я боюсь только, что человек станет обезьяной. Потому что, вопреки дедушке Дарвину, как бы, человек совершит обратный кульбит. Он никогда не был обезьяной. Его Бог создал сразу человеком. Он не был обезьяной. То, что эти, значит, болваны придумали, как бы, это пусть будет на их совести. Но обратный кульбит возможен. Вот обезьяной он может стать. Труд обезьяны у человека не превращает. Тяжелый, безвыходный, неизбежный и бесполезный труд совершает обратное действие. Он человека в обезьяну превращает. У человека исчезают мысли, исчезает творческое мышление, абстрактное мышление замирает. В нем погибает совесть, и душа замирает еще при жизни тела. Поэтому, вот, я боюсь, что люди обезьянами станут. Тогда, конечно, им не спасет их ничего уже. Это не ахматовская поэзия, как бы, не рахманиновская музыка. Вот. А вот этот мусор весь словесный, я его вообще не боюсь. Нужно просто читать, думать и с улыбкой к этому относиться. Вот как хиппи к этому относились. Друзья мои, мы возвращаемся в студию для разговора об иностранных языках. Такой непростой разговор, но, мне кажется, интересный. Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Екатерина. Я прихожанка обители Ганиной Ямы в Екатеринбурге. И у меня такой вопрос. Что бы вы посоветовали, точнее, не что, а какой язык лучше, наверное, или благоприятнее будет учить детям? Я, спасибо, вы достали у меня, так сказать, из клюва, как бы, вот это зернышко, я хотел об этом сам поговорить, но вы спросили, это будет лучше. Мне кажется, что английский язык учить – это пошло. Мое глубокое убеждение. То есть его нужно выучить, как нужно, скажем, читать и считать. Знаете, это такое, как раньше, это как на уровне трех классов. Вот, is your name, my name is Vasya, I live in the city of Moscow, значит, такой, I get up at 7 o'clock и всякий прочий бред, который никому не нужен. То есть с английским вы не пропадете нигде, но на уровне четвертого класса, и хватит с вас. И не нужно того. Если, конечно, вы хотите, там, значит, читать того же Шекспира, там, или Драйзера в оригинале, да, пожалуйста, копайтесь, это хороший язык. Но если нет, то не надо. А вот чего не хватает по-настоящему на мой глубокий, так сказать, пристрастный, конечно же, пристрастный личный взгляд, нам не хватает восточных языков. И я бы рекомендовал настырно и настоятельно учить детей арабскому языку, китайскому языку, корейскому языку, японскому языку, персидскому языку. Ну и хватит, пожалуй. Да, вот этим языкам я бы настоятельно советовал детей учить. Это другая культура, это другое мировоззрение. Европейец куда ставит свою вазу с цветочком? В центр стола. Правда? Японец всегда ставит ее вазу с боку. У нее нет симметрии. У японцев нет симметрии. Симметрия им противна. Она пошлая для них. Это другое мировоззрение. Понимаете? Вроде бы мелочь такая, но приятно. Оно все другое. Поэтому нужно немножко вывернуть свои мозги подальше от рационализма. Потому что французская политсистема, ну парламенты все наши, да, это же французская штука. Парламент, откуда он взялся? Ну Франция придумала, а все как обезьяны скопировали. Английская политэкономия и немецкая наука. Вот это Англия, Франция, Германия – это властители умов. Ну и американские бабки. Значит, вот что владеет миром. Это очень рационально, очень пошло, очень зауженно, очень безбожно, кстати. Очень материалистично. И нужно чуть-чуть вывернуть свои мозги в сторону такого другой реальности. Потому что арабы думают по-другому. Если мы, например, загибаем пальцы, да, вот, я пошел туда, потом был там, потом был там. Арабы говорят, я был там, я был там, я был там. Понимаете? Вы замечали когда-нибудь? То есть совершенно другое мышление. То есть там, где ты загибаешь, он разгибает. Там, где ты в центре стоишь, он стоят сбоку. То есть это не просто язык. Это другое мышление. Нам не хватает другого мышления. Нас какой-то дьявол загнал в прокрустово ложе западного мышления. Это проклятое мышление. Оно тухлое. Оно примитивное. И нам нужны другие способы думания. Нам нужно думать немножко по-китайски. Но не сильно, немножко именно. Потому что китайцы там имеют своих. Своих тараканов. Тараканы очень большие. Немножко по-японски. Немножко по-персидски. Вот, например, у меня, допустим, когда мужчина хочет похвалить свою женщину по-русски, он что говорит? Она такая хозяюшка, она такая красивая, она такая то, она такая сё. Восточный человек, например, перс, он говорит только два слова. Это мать моих детей. Всё. Когда-то лучшей похвалы для него нет. Нам нужны такие мысли. Понимаете? Нам такие мысли нужны. Зачем нам нужны языки? Чтобы получить другие мысли. Потому что в прокрустовом ложе западной цивилизации дышать нечем. Там только секс и деньги. Если здесь добраться до корней, до корней добраться, в корнях мышления западного человека, секс и деньги. И панический страх смерти. Фобии, комплексы, желание обогатиться, желание насладиться и страшный ужас умереть. Всё. Там больше нет ничего. В западном мышлении ничего больше нет, я это утверждаю со всей решительностью. В восточных языках всё по-другому. Там другая жизнь. Там другие мысли. Поэтому бросьте, плюньте на английский язык. Учите японский язык, учите персидский язык, учите арабский язык, учите китайский язык. По чуть-чуть, понемножку. Не сильно может быть. Но это вас раскроет. Там же много всего в голове есть, а он всё спит. Потому что мы думаем только про секс и про деньги. Про что снимаются фильмы? Секс и деньги. Бандиты гоняются, банки грабят, значит, там, значит, какие-то там... Ну, а что, стреляют? Там где-то стреляют, летают, бегают, целуются. Там, в конце концов, в корнях только секс и деньги. Там больше нет идей. Понимаете? Это же тухлый мир, в котором невозможно жить. Это мир западной идеологии. Никогда мне не было ситуации, когда бы мне не хватало английского. Хотя знаю его на уровне пятого класса. Гораздо интереснее по-французски говорить, хотя французы националисты. Они подчеркнуто не говорят, что я по-английски. Но как только ты начинаешь мычать какие-нибудь такие странные слова по-французски, такие самые дикие, такие... Там, экскюзи муа, там, значит, уэ, там, ля-ля-ля, такое... Они тут же расцветают и помогают тебе, значит, и буквально за руку тебя ведут куда надо. Потому что они любят свой язык. Молодцы, и слава богу, и правильно. Потому что надоело это англофония, англомания. Надоело это пошлятина. Когда уже поймет русский человек, что пошло просто. А учи что-нибудь серьезное. Вот мое мнение по языкам. Кстати говоря, есть языки, которые не имеют аналогов. Например, армянский. Армянский язык. У него нет ни одного пересечения с другими языками. Есть только два слова, которые в еврейском и в армянском звучат одинаково. А больше нет ни одного пересечения. Грузинский тоже не имеет аналогов. Это же интересно. В грузинском языке есть такое слово, которое выражает место, где стоял дом. То есть дом – это сакральное пространство для любого восточного человека. Это дом. И если, например, дом сожгли, враги разрушили, или ты ушел, он завалился, его больше нет, стерла история, то у них есть специальное слово, одно слово. Это слово означает место, где стоял дом. Представляете, какой богатый язык. А в венгерском языке, например, 26 падежей, кажется. У нас 6, у них 26. Какие оттенки смысла в Венгрии выражают? Жутко какая-то вещь. Вот в венгерский можно, кстати, поучить. У него нет параллелей. Языков много, они интересные. И надо просто выйти, вылезти из этой узкого прокрустого ложа, этой пошлятины американской. Зачем люди учат язык? Язык учат для чего-то. Для того, чтобы заниматься бизнесом. Для того, чтобы строить кому-то глазки, например. Для того, чтобы найти жениха. Для того, чтобы быть переводчиком в какой-то фирме богатой. Тренд на понижение существует. И наши люди, когда учат английский язык, они не учат его для того, чтобы читать сагу о форсайтах, например, или что-нибудь еще. Они учат его для того, чтобы шалом-балом и денежки заработать. И быстро спрыгнуть в Англию и там особняк себе купить. Вот для этого они его и учат. Вот против этой пошлости, собственно, я и воюю. Добрый день, отец Андрей. Я бы хотела спросить. Надо ли обучать детей, как вы считаете, церковно-славянскому языку как иностранному? Мы как бы говорили уже об этом, да. Я думаю, да, но не как иностранному. Не как иностранному. Как к русскому языку в архаичной форме. Который сохранился в церковной среде. Это тот же самый русский язык в архаичной своей форме, который остаточно живет в изменившемся уже, конечно, виде. Только в священных текстах и в богослужении. Конечно, нужно его учить. Да нужно вообще все учить. Человеку слишком большие способности, чтобы его зауживать. То есть я, когда говорил про английский язык, тоже намеренно перегибаю эту палку, да, для того, чтобы дать другие горизонты. Ну, конечно, нужно учить там, допустим, техническую информацию, да, там разную терминологию, ту же бизнес-терминологию. Это все учат, как бы, на английском языке оно есть, и это все надо читать. Я просто о том, что у нас должны быть более широкие горизонты мышления. Человек определяется замыслом. Понимаете? Человек определяется величиной замысла. Если замысл у тебя мелкий, ты всю жизнь проживешь мелкую жизнь. У тебя должен быть великий замысел. Он может не реализоваться. Это может не получиться. Допустим, там, спортсмен, который сходит, скажем, на олимпийскую, там, эту ступеньку, да, там, под гимн своей родины, это обязательно человек, который был просто одержим, болен, захвачен полностью идеей однажды победить. И он всю жизнь свою выстроил, как бы, он принес ее в жертву этому моменту, когда он поднимется на олимпийскую ступеньку. Если он просто хотел, как бы, значит, там, фигурку поддержать, там, жирок лишний сжечь, он никогда не станет олимпийским чемпионом. Он должен быть абсолютно захвачен этой идеей. Вот так же и везде. Нужно иметь великий замысел. То есть какой наш великий замысел? Нам нужно раскрыть скрытые у нас таланты и способности. У нас очень много скрыто. Кто знал, например, там, бедуины ходили по этой, значит, своей аравийской пустыне тысячами лет, как бы. А сейчас там небоскребы стоят. А почему? А там нефть, оказывается, внизу. Ну, она и была там, эта нефть, всю жизнь, как бы. Кому она была нужна? Но потом научились ее добывать, использовать, как бы. Они вдруг копнули и нашли. Бах! И самые высокие здания в мире сейчас там, где раньше одни только верблюды ходили. Значит, они раскрыли скрытое в земле и научились это использовать. Вот точно так же в земле нашего сердца скрыто огромное количество способностей. Зауживать их только до каких-то бизнес-интересов, до такой сладкой жизни, как бы. Это преступление. То есть нужно любить свою землю, знать свою культуру, погрузиться в свою историю, изучить параллельно один, два, три, четыре, как я говорил, в Махатмаганде. Он говорит, с легкостью, без напряжения, можно на бытовом уровне пользоваться шестью языками. Любому индийскому мальчику. А что, индийский мальчик имеет две головы, а русский одну? Нет. У нас те же головы, у нас те же сердца, у нас все одинаковые. Вообще, в конце концов, даже по языку мы относимся к одной и той же языковой индоарийской группе. Русский язык же – это одна из веточек индоарийской направления. У нас похожие языки. Например, слово «бог» – это слово индийского происхождения. Оно происходит, слово «бхаг», которое означает на санскрите «богатый», имеющий все. Мы же не говорим «Господу Богу Элохим», мы же не по-еврейски молимся, мы говорим «Господь Бог мой». Значит, вот «бог» – это санскритское слово, то есть у нас, в принципе, вот та веточка. Поэтому раз они могут шесть с детства, так и мы можем шесть с детства. Но мы об этом не думаем, и поэтому мы учим только английский. Вот против этого, собственно, я и говорю. Расширяйте кругозор, расширяйте, поднимайте немножко. Если у вас будет великий замысел, ваша жизнь не будет червячная. Вы нет-нет, да и полетите. Понимаете? А так к червякам ползать всю жизнь, как бы, значит, только в низменных интересах, как бы, скучно. Жизнь очень быстро пролетает. Очень скоро человек упирается носом в гробовую доску. Очень скоро. Ну, что же, прожить свою жизнь, вот так вот, бестолку, как бы, всю жизнь думая только о потребительской корзине? И о том, что во Флориде тепло, а в Москве холодно, как бы, хочу во Флориду, там тепло. Ну, это пошло. Все-таки нужно восстать против пошлости. А пошлость, она в голове, она не в быту, она в голове. Кто пошло мыслит, тот пошло живет. И пошло умирает. А потом, был ли мальчик вообще? Тоже не помнит человек. Человек умирает, его родня через год забудет. Не то, что там друзья и знакомые. Родные забывают своих родных. Потому что футбол по телевизору, потому что нужно на базар сходить. Забывают. Поэтому, жили мы или не жили, как бы, через год после смерти толком не поймешь, был ли мальчик. Но если есть великий замысел, то жизнь будет другая, ты не будешь червяком. А нас кто-то хочет сделать червяками всех. Прямо настырно хочет. Понимаете? Чтобы мы не летали, чтобы мы ползали. Поэтому церковно-славянский язык нам здесь нужен. Но у нас слишком много таланта в душе, чтобы ограничиться только церковно-славянским, русским. Мы можем, например, изучать славянские языки. Нам же это легко. Вот вы, если в Польшу поедете, вы через неделю по-польски заговорите. Потому что легко это, близко это. Если в Белоруссии поживете недельку, то вы начнете по-белорусски разговаривать. Да, сразу тут же, потому что ничего трудного нет. У вас просто перестроится речевой аппарат на эти странные звуки. И вы начнете по-чудачески немножко говорить. Пай-шоу, прои-шоу, вяровка и так далее. Если вы поедете в Болгарию или в Сербию, месяца хватит не так легко. Это очень развитые, хорошие языки. В них есть хорошая литература и поэзия своя. Но через месяц-полтора вы будете понимать все. И начнете потихоньку уже говорить. И по-сербски, и по-болгарски. Смотрите, где вы окажетесь. Вам месяца хватит, потому что это славянские языки. В Англии можно прожить, например, год и не заговорить по-английски. В Турции можно прожить пять лет и не заговорить по-турецки. Потому что другой язык надо специально изучать, специально знакомиться, лексика, грамматика. А со славянскими очень легко. Просто поживи в этой среде. И ты начнешь читать вывески на магазинах, читать дорожные указатели, спрашивать, сколько времени, как пройти. И постепенно-постепенно ты начнешь говорить на нем. Потому что это близко. Это кириллица и лексика та же самая. Все корневые слова небо, мама, хлеб, свет, ночь, день, смерть, жизнь. Это все одинаковые слова у нас в этих языках. Поэтому, может быть, нам так идти, как бы, к этим путем. Может быть, русский человек, в принципе, с легкостью может овладеть двумя-тремя еще славянскими языками. На каком-то уровне. Не, конечно, не на уровне там перфектного филолога. Но на каком-то уровне. Это что же интересно? Опять-таки, вот мы ездим на отдых, например, в Египет, в Таиланд, на Кипр, куда там еще. А если мы, например, начнем ездить, скажем, в Польшу, в Сербию, в Черногорию, в Хорватию, мы сразу почувствуем себя, что мы как будто из дома не выезжали. Потому что язык очень похож. Может быть, это тоже путь может быть. Может быть, нам этот куст славянских языков в своем сознании тоже... Мы же ими не занимаемся, нам неинтересны. То есть нам легко было бы всем хорошо разбираться и в болгарском, и в чешском, и в сербском, и в хорватском, и в словацком. Если бы мы этого захотели, но мы опять-таки влезли в этот английский и не хотим ни с него вылезти. Как муха в мед или в что-нибудь другое. Это же стыдно. Вы же знаете, например, что в славянском языке каждая буква имя имеет. А эти буквы расположены как бы такими триадами, предложения. Допустим, мы говорим, А, Б, В, Г, Д, Е, Е. Мы там говорим, да, по большевистской орфографии. А как говорили по церковнославянской орфографии? Говорят, Аз, Буки, Веди. Я буквы знаю. Это же предложение целое. Глаголь добро есть. То есть слово – это хорошо. Глаголь добро есть. Допустим, наш он покой, Н, О, П. Наш он покой. Или РСТ – рцы слово твердо. Слышите, как? Предложение целое получается. То есть скажи твердо. Сказал, как отрезал. Рцы слово твердо. Наш он покой. Или КЛМ – како люди мыслите. Это вопрос такой. О чем вы думаете, люди? Люди вы или не люди? Како люди мыслите? Притом, каждая буква – это одновременно еще и цифра. Аз – это один. Буки не имеет цифры. Веди – это два. Глаголь три, добро, четыре, есть, пять и так далее. Это же, понимаете, цифры сразу. Как дети раньше арифметику учили. Один-один есть Бог. Два. Две во Христе природы. Бог и человек. Три. Три есть лица в Троиц. Четыре. Четыре евангелиста. Матфей, Марк, Лука и Антон. Пять. Пять ран на теле Христа. Шесть. Шесть крыл у Серафима. Да? Семь. Семь таинств у церкви. Восемь. Значит, восьмой день творения. Это воскресение мертвых. Это восьмой день. Это тайное воскресение мертвых. Там девять чинов ангельских. Десять заповедей Моисея. То есть ребенок учил цифры и сразу получал катехизис. Понимаете? А у нас сейчас А. Арбуз. Б. Б. Барабан. Там В. Там Вавка. Г. Град. Град пошел. Вместе с дождем. Вот так. Чувствуйте разницу. То есть это действительно это сакральное знание, которое дает тебе мировоззрение сразу. Просто грамотность. Это ключик от неизвестной двери. Я научился читать, но это еще никто не знает, что я буду читать. Вот я умею читать. А что я буду читать? Вдруг я буду читать фэнтези. А может я буду читать оккультную литературу. А может я буду читать порнографию какую-нибудь. А может я буду читать технический справочник по эксплуатации стиральной машины. То есть что я буду читать? Неизвестно. Я умею читать. Вот мы умеем все читать. А что мы будем читать? А тогда людей учили читать одновременно с вектором развития. То есть что ты будешь читать? Как ты будешь думать? Как о людях мыслите? Это значит цельное... Что такое религия? Это цельное знание. Это неразрушенное, цельное мировоззрение. Такое единое. Это некое единое. Человек стремится к единству. То есть не просто дискретные какие-то знания. Кусочек там, кусочек там. Оно все вместе. Тесто месишь. Это все Божие. Зашиваешь дырку на рубашке ребенку. Это все из плана Божьего не вырывается. Всегда Бога помни. Как о людях мыслите? А у нас жизнь расползлась по кускам. И эти куски мы никак не можем в кучу собрать. А что страдает человек? А то, что все по кускам расползлось. И мы никак не можем собраться вместе. Отец Андрей, здравствуйте. Арина. Миссионерский курс при Российском православном университете. Хотела спросить про английский язык. Потому что он иностранцев... Мы дали сегодня, да? Да, иностранцев. Перцу англичанам узнают. Все-таки иностранцев много в Москве и набирает обороты богослужения на английском языке. И хотела спросить у вас, возможно ли передать полноту церковно-славянского языка и полноту слова вообще покаяния, литургия на английском языке? Как вы думаете? Можно. В моем небольшом опыте было такое. В Киеве, когда я служил, мы служили в миссионерской литургии на английском языке для иностранных студентов. То есть у нас рядом был медуниверситет, приходили иностранные студенты, и они не понимали ничего по-славянски, и мы служили на английском. Потом мы проанализировали опыт наших поездок за рубеж, потому что люди ездят там по учебе, там на отдых, там все. И когда возникает вопрос поговорить о вере, оказалось, что у людей нет лексики церковной в языке. Допустим, человек знает язык английский, да и вообще нормально говорит, может о себе, рассказать о семье, о своей стране. Но когда ему нужно сказать, там, великим постом я соблюдаю пост, например, перед Пасхой я пощусь. Он не знает ни что такое Пасха, ни что такое пост. У него нет таких языков. Все land, там, fest, там, эти, там, Passover, там, и так далее. Как будет там, допустим, какой храм ходишь, там, Успение Божьей Матери. А как же ты успеешь, там, Falling to the Sleep, например, там, Dormition. Ну да, так, это же да. Да, да, да. Есть такое, что-что, Falling to the Sleep of Holy Mary, там, или как-то, допустим, там, как назвать там священника, допустим, преподобный отец, там, или как-то. Короче, монах, там, епископ, там, пост, молитва. У нас дети даже, прекрасно говорящие по-английски, из православной гимназии, поехали однажды в Ирландию на экскурсию, и не могли с верстникам рассказать про то, что они учатся в православной гимназии. У них лексики просто нет. Говорят, утром мы читаем утренние молитвы. Они говорят, не знаешь, молнинг, прей, у них нет слова такого в языке. Они знают, там, значит, как чистить зубы, там, как там есть яйцо в смятку. Мы поняли, что современному молодому человеку, который там общается с иностранцами, ездит куда-то там за рубеж на отдых или учебу, ему нужно насытить свой язык церковной лексикой, на английском языке, чтобы он мог удобно рассказать о вере человеку на другом языке. Мне случалось однажды быть на молодежном съезде в Америке, молодежи православной. Они собирают их под католическое Рождество 25 декабря, значит, по всей Америке начинаются эти вакации зимние, и у них много свободного времени, и они в это время собираются в разных местах Америки, значит, съезжаются все Америки на молодежный съезд такой, Германа Аляскинского. Это для них форма выживания, потому что их там очень мало, в принципе, православных. И там они, там, американцы и русские, там, ну, православные все, там, разные языки. Они служат службой двояко, так, и по-русски, там, Lord have mercy, да, будет, Господи помилуй. Один раз будет, Господи помилуй, другой раз, Lord have mercy, там, значит, потом подай, Господи, grant us the Lord, grant us the Lord, то есть гарантируй нам, Господи. Конечно, ну, как другое, то есть там под... То есть они служат и так, и так, все это передается, то есть там, где есть Дух Святой, там слова раскрывают свой тайный смысл, как бы, и ты все начинаешь понимать. Ну, касается покаяния, вера, там, любовь, милость, смирение, там, прощение, терпение, самоукорение, радость в Духе Святом. Это все переводимо и адекватно воспринимаемо. То есть я думаю, что нет такого языка в мире, который бы худо-бедно не мог бы воспринимать благодать Духа Святого для проповеди веры. Тем более английский язык, все-таки, это, конечно, богатый язык, на нем богослужение существует и католическое, и протестантское, англиканское. То есть у них есть этот прайер-бук, такая-то там, книга общих молитв. Они довольно интересные. Вот тот же Джон Дон, про который мы сегодня говорили, он же писал гимны Духу Святому, гимну Отцу Небесному, гимны Христу Спасителю. На английском. Хороший английский язык, такой красивый древний язык, который сегодня, вот, как язык Шекспира, который сегодня никто не читает, никому это не надо уже. У них же есть Библия короля Якова, такая, типа, как наш церковнославянский. А есть современные новые переводы, значит, New Translation, такие, они совершенно другие, то есть там просто читаешь совершенно подробно, другой текст такой. Так что у них это все есть, это все понятно, на английском языке он вполне доступен для впитывания благодати. То есть, как и любой другой, как и французский, кстати, язык, как и итальянский язык, как и латинский язык, там, как и греческий, там, это все доступно. Только единственное, что плохо, что людям это не надо. Чем дальше мы живем, тем меньше у людей возникает, как бы, от этого желания. То есть, мы сейчас с вами говорим о вещах, о которых никто нигде не говорит. Никогда. И не скажет никогда, пока мы не скажем. Вот сейчас мы скажем, сейчас начнут шевелиться, начнут возмущаться, там, бухтеть, там, ну, что такое. Возникать и обижаться, как бы, и начнут говорить. А нам только того и надо, слава богу. Пусть говорят, пусть думают, пусть просыпаются. Отец Андрей, здравствуйте, меня зовут Вячеслав, мне 27 лет. Я специалист в области фармации. У меня вот такой вопрос. Первая, вот, Библия была написана на ком языке? И каковы были сложности перевода ее? И сохранился ли тот истинный смысл до наших дней? Хороший вопрос. Конечно, еврейский язык, это первые книги. Библия же не писалась сразу вся. Она наслаивалась, так сказать, одно на другое. Сначала, то есть, корень, то есть, зернышко первое, это пятикнижие Моисея, то есть, первых пять книг. Бытие, исход, левит, числа второзакония. Это было написано на еврейском языке, который без перемен, по крайней мере, в графике, то есть, эти буквочки не изменились, с тех пор, значит, они дошли до нас при помощи строжайших правил переписывания. То есть, от руки переписываются тысячелетиями. Две или три ошибки в Торе делают Тору негодной. Ее нужно хоронить. Сжигать нельзя, выбрасывать нельзя, хоронить нужно. Как умершего человека. То есть, там сложнейшие правила письма, сложнейшие строгие правила переписывания. И при помощи этой скрупулезности еврейского переписчика, этих сойферов, книжников, мы получили вот этот неизменный текст священного писания Ветхого Завета, который там масореты пытались его изменить уже. После прихода Христа мессианские пророчества, они могли вымарывать, как-то так менять слова. Но, в принципе, Библия без изменения. Первые пять книг – это Моисеевы. Потом дальше туда пошли уже книги исторические, книги пророческие. И сформировался, так называемый, Танах. То есть, Тора, Невиим, Ктувим. То есть, Тора, пророки и книги. Это Ветхий Завет. Потом его перевели при Птолемее Филадельфии на греческий язык. Александрийские книжники хотели иметь у себя все священные книги мира и перевели усилиями 70 толковников с еврейского на греческий. Было несколько переводов. Ни один, ни два, ни три больше. Иероним Блаженный перевел писание ветхозаветное на латинский язык. Евангелие сразу писалось на греческом. Евангельский кодекс формировался примерно около 400 лет на востоке, около 500 лет на западе. То есть, Библия, окончательный свой вид, сегодняшний Библия, получила только где-то примерно в V веке после Рождества Христова. Конечно, существует целый ряд проблем именно текстологических, переводческих, потому что очень трудно найти соответствие в каждом отдельном языке библейским терминам. И поэтому любое чтение Библии предполагает чтение справочной литературы, что такое терафимы, что такое те же там какие-то мацебы. Короче, там есть масса таких специальных терминов, которые требуют погружения, да даже вот фарисеи, например, там, лепта. Лютер, когда переводил на современный немецкий язык Библию, с еврейского и греческого на современный немецкий, он говорил, это страшная мука заставить еврейских пророков говорить по-немецки. Он говорил, это очень трудно заставить еврейского пророка разговаривать на немецком языке, на верхнебаварском диалекте, допустим. Точно так же великая мука заставить еврейского пророка или апостола Павла говорить по-русски. Существует много переводов, они текстологически могут изменяться, то есть это интересная тема, то есть вникать в смысл отдельных слов, допустим, там, галатам в послании, там, «О несмысленные галаты, кто внушил вам там отвратить?» Допустим, эту фразу в четырех переводах Евангелия четыре раза по-разному переводят. Там, «О обманутые безумцы», например, там, у Иеронима, допустим, там, «О прельщенный волшебством», у другого какого-то переводчика. А в русской Библии это «О несмысленные галаты». А там, оказывается, есть очень много таких смысловых, таких коннотаций, таких. Это очень интересный труд. Если кто-нибудь в это нырнет, я вас уверяю, будете плавать всю жизнь, и вам скучно не будет. Это очень интересно. Каждое слово таит за собой целые бездны сакральных смыслов. Этим занимает целая наука, текстология библейская. Это очень интересная вещь. Ну, и евреи ковыряются постоянно в этом всём. Они всю жизнь ковыряются. Им не скучно. Они каждое слово разбирают на буквы, буквы переводят в цифры, потом цифры обратно в буквы, потом находятся ответы. Там так интересно. Так что это самое. В общем, человеку, который филологически имеет вкус, ему там есть много работы. И, конечно, всё это очень адекватно. И когда ты занимаешься этим, ты чувствуешь, что ты прикасаешься к ризе божества. То есть ты хватаешь Христа за одежду. Ты очень близко к Богу приближаешься. Это божественное занятие. Как жалко, что этим мало людей занимается. На этой высокой ноте мы заканчиваем наш прекрасный разговор. Довольно жёсткий, но, мне кажется, очень справедливый. О языках. Конечно, мы только, как всегда, коснулись, ничего не раскрыли. Так только по щекам нахлестали. Английскую речь сегодня. В особенности. Ну, в том пошлом варианте, в котором ей занимается обычный человек. А говорили вообще о том, что нужно расширять сознание и переставать ползать, начинать летать. Так что, друзья мои, спасибо за внимание. И да поможет нам Бог. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok